МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Угодить в трезвяк! Депутаты выступают за восстановление системы вытрезвителей. Настоящий патриот не знает, за что получает награды. О подвигах предков и продолжении их славной истории. Найти и наказать, кто они, люди, умеющие читать следы преступлений, и какие современные средства есть у специалистов Следственного комитета следственного управления. Члены Нижней палаты российского парламента выступают за восстановление системы вытрезвителей. Проблема алкоголизма действительно является одной из самых актуальных. Где пьет один вороблюд, житель пустыни. И рыба копченая не пьет. А чего ей пить, она сама закускает. Депутаты предлагают финансировать в отрезвители частично из госбюджета, а частично из штрафов, которые в соответствии с КАОП Российской Федерации взымаются с находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин Сироткин! Рано! Где я? За наше гостеприимство нужно расплачиваться. Всего-навсего 25 рублей. Спасибо, дочка. А за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии штраф 50. Итого 75 рублей. Вам 0 копеек. Члены Нижней Палаты Российского Парламента также подготовили законопроект о правовом положении лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами. Он определяет порядок и условия оказанием недобровольной медицинской помощи и полномочий органов исполнительной власти по ее оказанию. Борьбу с алкоголизмом среди россиян поддерживает и Верховный суд. В проекте постановления Пленума Верховного Суда России о применении административного надзора содержится предложение, которое позволит органам МВД ограничить потребление спиртных напитков бывшим заключенным, совершившим преступление под шофе. Таким образом, бары, рестораны и кафе могут оказаться закрытыми для вчерашнего арестанта. Система вытрезвителей вроде проверялась годами, но если в 1990 году в России их было 1249, то в 2006-м вдвое меньше. И, между прочим, в Советском Союзе туда не брали депутатов, ответственных партработников, героев труда и Советского Союза, кавалеров орденов славы трех степеней, сотрудников МВД, КГБ и беременных женщин. Все остальные граждане страны Советов имели законное право однажды провести ночь на нарах в компании врача и милиционера. На самом деле, первый аналог вытрезвителя придумали не в СССР, а в дореволюционной России. Его открыли в Туле 7 ноября 1902 года, а называлось заведение «Приют для опьяневших». Клиентов там лечили рассолом, а для создания хорошего настроения включали граммофон. Рассвет советских вытрезвителей пришелся на времена провозглашенной в 1985 году Михаилом Горбачевым борьбу с пьянством. Угодить в «трезвяк», как его называли, мог даже слегка подвыпивший человек, нарвавшийся на милицейский патруль или народных дружинников. На территории России аналог вытрезвителей появился лишь в Республике Татарстан. Это было еще в 2013 году. Власти дали им трогательные названия «Центр заботы», «Визит», «Приют». На эти цели правительство Республики направило 30 миллионов рублей, а пребывание в медицинском учреждении для пациентов сделало абсолютно бесплатным. Хорошо было бы вместе с вытрезвителями вернуть еще одно забытое правило, считать позором пребывание там. Нет в России семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Деды и отцы воевали, их жены терпели голод и лишение, дети скитались по детским домам и работали наравне со взрослыми. У каждого найдется своя история. Например, величайшим испытанием сороковые стали для пограничников. Эта служба имеет отношение ко всем институтам государства, от армии политики до экономики торговли и права. Гитлеровское командование отводило в своих планах всего 30 минут на уничтожение пограничных застав. Но отдельные гарнизоны, оказавшись в полном окружении, сопротивлялись в течение нескольких суток и недель, предпочтя смерть сдачи в плен. Ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Тимофеев и сегодня в строю. Правда, бегает уже не по служебным делам. Чтобы поддерживать организм в тонусе, а родился он, между прочим, в 1925 году, посещает школьников и развлекает себя походами по местным магазинам. Как с улыбкой говорит он сам, это и прогулка, и общение. Тикист – это человек особого склада, особого направления, особой ответственности. На фронте он служил связистом-корректировщиком. Для паренька с несолидной комплекцией задание тяжелое во всех смыслах слова. Боевой комплект состоял из радиостанции Р-13, 14-килограммового пульта управления, батареек весом 15 килограммов, катушки с кабелем, противогаза, скатки, карабина с откидным штыком, перископа и телефонного аппарата. Его дивизия называлась «Прорывная». Но настоящий чекист даже сегодня, спустя десятки лет, держит свои воспоминания за семью печатями. А я как-то давал слово давненько давно. Никогда не рассказывать и никогда не хвалиться. А делать то, что поручено тебе делать. В 1944 году после освобождения Риги дивизия, в которой он служил, направляет Тимофея Тимофеева в Омское военное училище имени Михаила Фрунзе. Долгие годы он будет охранять рубежи нашей Родины, задерживать преступников и подтверждать свой авторитет среди местных жителей. Во-первых, надо знать обычаи людей, где служить. А надо уважать эти обычаи. Надо учиться уважать. Тогда можно надеяться на отдачу и помощь среди данного населения. За последние годы менялась форма, менялась одежда, головные уборы. Но только у пограничников не менялась фуражка. Так в чем же силы вот эта зеленая фуражка? Что она дает? Она дает вдохновение человека. Уверенность в своих действиях. Уверенность в том, что им поручена очень ответственная задача охранять передовые рубежи данного государства. Кстати, интересный факт. До 60-х годов 20 века наши пограничники использовали почтовых голубей. Это была своеобразная мобильная связь. На заставах имелись голубятни со специально обученными птицами. В случае боевой необходимости одного из голубей отправляли с донесением, второго оставляли для подстраховки. В целях сохранения ценных кадров пернатых часто перекрашивали, маскируя их под ворон и других птиц. В семье полковника Василия Каданцева тоже есть удивительная история. Его бабушка проводила на войну мужа и троих сыновей. Папа Василия Петровича не попал на фронт только в силу возраста. Когда дедушка вернулся с войны, а дедушка мне легендарный, он прошел гражданскую войну, он революцию прошел, в войну был сапером, так удачно прошел всю войну, имеет очень много наград и остался живым. Мне вот, к сожалению, не так много рассказывал, да и они во всех, все, кто пришел с войны, они очень мало рассказывали о ней. Вообще как-то, мы собирались всегда на 9 мая, он собирал нас в саду, собирал вся его многочисленная семья, они просто выпивали с дядей и молчали. Бабушка дождалась с войны только мужа и третьего сына Митрофана. Один дядя, Василия Каданцева, Михаил был офицером, корректировщиком огня, участвовал во многих сражениях. Второй, его тезка, совсем молодым пареньком, погиб под Москвой. У двух оставшихся сыновей родились первенцы, мальчики, которых назвали в честь братьев Петра и Митрофана. Так сложилось, что я свою жизнь прожил за двоих, за себя и за свою дядю. Каданцева или Каданцева, в Воронеже я Каданцева, а в Рязани Каданцева. Почему? Каданцева Василия Ермолаевича за двоих. И вот эта ответственность, что я живу за двоих, я всегда несу через свою жизнь. Прослужил здесь, в Рязанском управлении, 26 лет. Вот дослужился до полковника, даже возглавляю сегодня Совет ветеранов. И чем больше, чем взрослее я становлюсь, тем эта ответственность за то, что я живу за двоих, меня даже, может быть, радует. Я хочу, чтобы мой дядя был доволен тем, что его имя не ушло в забвение, то, что оно осталось, что оно, вот имя Василий, которое он получил, родившись, прошло вместе со мной вот всю свою жизнь. И своей дочке и внучке часто рассказывают о том, что в жизни очень важно помнить о том, что кто-то удал жизнь за то, чтобы ты жил в это время, за то, что ты живешь и радуешься от того, что жизнь хорошая, от того, что мы живем в нашей стране, сильный, красивый. Но должны каждый из нас помнить о том, что кто-то в этой стране отдал свою жизнь. Как отдали свою жизнь мои два дяди, Михаил и Василий. Своё имя потомок Василия Ермолаевича Каданцева носит с гордостью. Он один из немногих и награжден высшим знаком отличия Федеральной службы безопасности, почётный сотрудник контрразведки. Времена, когда место преступления обследовал детектив с лупой, давно миновали. Сейчас в распоряжении сыщиков целые экспертные центры и научно-исследовательские институты с разнообразными лабораториями и электронными базами данных. Но главное оружие против преступности сами эксперты, особая когорта специалистов. Лазерные дальномеры, рулетки, пробирки, кисти для дуктилоскопии. В этой комнате сымитирована стандартная обстановка места происшествия, конкретно убийства. Здесь вы видите у нас манекен, изобрающий труп, орудие преступления предполагаемое. Капли крови, окурки, нехитрая утварь, какие-то вещи. В неблагополучных квартирах сразу и не поймёшь, что из этого появилось в день убийства, а что лежит уже не первый месяц. В таких учебных комнатах молодых следователей и экспертов как раз и учат уметь читать следы преступления. Главная магия происходит здесь, в лаборатории отдела. Эта установка нужна для фотосъёмки объектов экспертиз. Ну, например, вот в данный момент у меня здесь зафиксирована дактилоплёнка со следом руки, с которой я пытаюсь получить фотоснимание для дальнейшего исследования. Современная техника позволяет видеть то, что недоступно человеческому глазу. Сейчас мы устанавливаем купюру в поле зрения микроскопа. Здесь, с моим персональным компьютером мы можем непосредственно наблюдать то, что у нас находится в поле зрения микроскопа. Для осмотра места происшествия даже фонарь должен быть повышенной мощности со съёмными фильтрами, чтобы обнаружить биологические следы и микрочастицы. Это аппарат УФЭД, с помощью которого мы можем вытащить все данные из телефона, независимо от того, стёрты они, не стёрты. За этой процедурой эксперт-криминалист и сам больше похож на взломщика с десятками отмычек, способного в прямом смысле обнаружить то, чего давно нет. Переписку, звонки, телефонную книгу, фотографии и прочее. А это гордость следственного управления. Цианокрилатовая камера. Внешне чем-то похоже на обычный духовой шкаф, только вместо вкусных ароматов внутри летают ядовитые пары. Сюда помещают предмет с места преступления или орудие убийства, с которого нужно снять отпечатки. Пары цианокрилата оседают в виде белого налёта на следах рук. Чем ценна эта экспертиза, она не портит, так сказать, объект, в последующем этот объект может быть исследован и при генетическом исследовании. То есть для выявления, нахождения и идентификации потожировых выделений человека, других биологических следов для идентификации личности. Если преступник пойман, но не спешит признаваться или его показания вызывают сомнения, добро пожаловать сюда, в комнату психофизиологического исследования. В простонародье это детектор лжи, по-научному полиграф. А для процедуры опознания во избежание лишних эмоций используется помещение со специальным стеклом. включается освещение дополнительное, опознаваемое лицо находится в этой части кабинета, опознающий находится за стеклом. Я сейчас нахожусь на месте опознающего свидетеля либо потерпевшего и вот через это стекло я смотрю на предъявленных мне лиц. Мы видим преступника, но преступник не видит нас. Вкупе все эти возможности и приводят к высоким показателям. Кино и интернет раскрыли немало секретов и жуликов и тех, кто отправляет их за решетку. Но поверьте, в Рязанском следственном управлении специалисты одни из лучших. Сегодня они могут читать даже уничтоженные следы преступления. Оборудование позволяет. Так что не нарушайте закон. Впереди большое количество праздников. Как у нас отдыхают рассказывать не нужно. А потому постарайтесь, чтобы ваши имена не попали в протоколы и криминальные сводки. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин